итак вы помните что я предыдущем видео намеревался напасть на сенгалийских работорговцев там было два отряда но я и напал и разбил первый отряд и погнался за вторым и продал здесь в торбе пленных и лут кое-какой какой там с них тряпье рванью дранью после этого напал этих и победил этих но после этого почему-то краснулась игра первый раз такого не было еще конечно ну ладно так что теперь я начинаю с того места которое последняя сохранился здесь от торбы и буду опять продолжать гнаться и убивать этих самых опять этих этих самых сенгалицев может быть это из-за карты здесь вот здесь где-то происходило битва недалеко торбы поэтому я оставлю себе погоню чуть чуть дальше чтобы ну еще один раз не нарваться на краж не хотелось бы конечно поэтому так вот чтоб долго не бегать а за ними быстренько так раз тоже опять мы не виделись и нафигас мы встретились так у нас есть ручнички которые раз и до точатся конница верхом атаковать мгновенно и пехота атаковать сам я короче тоже спешиваю беру свою кочергу вот эту классная кочерга я в прошлой битве которая краснулась так классно ей поработал прям исключительно это лучше чем меч лучше я я обсуждаю что это лучше чем так вот вам подтверждение что это лучше чем меч наверное уже не успею больше никого ударить практически всех перебили этих сенгалицев капец какой-то может это удастся ударить успел не успел меня разобрались вот тут есть этот как поклонник любитель воин кобрит еще бит даром сквальт отступники садлю ранен наемный всадник сенгалийский всадник сенгалийский копейщик воин кобры а здесь у нас есть но тут был этот самый и не захотела она к нам присоединиться нельзя этих тут было как валькирия у них все миньоны еретиков равенстернский смотритель я бы взял бы конечно кавалеристок и равенстернского и крестьянина и равенстернского смотрителя это четыре десять человек новобранец одиннадцать ну кого я могу выкинуть 11 человек мне некого выкинуть дешар наемный скаут я уже всех по выбрасывал кого только можно века виски кавалеристки наемные всадники странствующая героиня века виски иконники я не знаю кого мне надо кого-то выбросить потому что мне нужны лучники кавалеристок отпущу кавалеристок возьму равенстернских смотрителей крестьянина новобранца ополчения и доберу все кавалеристками ну да вот так только так все кавалеристка я же решу ну просто невозможно надо где-то что-то как-то и наверное так и будет но старый шлем воинов торбы высок дышал круче опять мусор один если как сразу сохранюсь теперь я уже буду бояться что это игра крошится и все остальное не знаю съезжу на алтар это такой город которым я очень редко бываю кто такие были промелькнули я не знаю посетить таверну на алтаре может попробовать продать пленных странник ештон а шо у нас странник ештон кто он такой а ну что за возможность а отлично я возьму мне уже два или три собралась сегизмунд я не знаю брать этого сегизмунда или нет нужен метод отличный боевой а этом воронник люб этот тяжелый маргенштерн тоже кулющая не кулющая не надо я не знаю брать этого сегизмунда или не брать сегизмунды тоже такие так назад уйти все посмотрим кого кого ему опять отдать опять кавалеристку стражница стражницу взять этого сегизмунда давайте возьмем сегизмунда хотя мне конечно не знаю я когда играл то он вроде нормальный а этот раз он мне не понравился плохо он себя ведет этот сегизмунд отряд на давай сегизмунд поговорим с тобой о твоих навыках 332 ручная конечно готова на твое снаряжение отличный дробящий стрельной поле экс у него еще есть я не знаю стоит ли им давать эти самые как их сказать щиты большой молот тяжелый большой тяжелый большой молоте там на дробящий поле экс у него там 50 136 у него бэновый кольчурно латный доспех классный хорошо хорошо сегизмунд хорошо посмотрим как ты себя будешь вести ну как он будет себя вести он сейчас опять скажет хочу домой к маме к маме домой ой ой я устал хочу уйти все едем в торбу да там где-то болталась такая армия демонических компания рыцарей компания рыцарей наездники ветра сингалийцев разгромили наездники ветра там еще каких-то бандитов наловили ну скоро они всех этих пленных отдадут какой-нибудь банде ферцвейн там очухался надо ехать надо их убивать выбежал он выбежал поедем сингал да в торбе в торбе да бахадур хан сообщает нам что в торбе у него что-то там будет праздник какой-то неинтересно мне сейчас это все твои праздники я сейчас другим живу другим ну вроде где-то армия демонических магнусов каких-то короче чтоб не нарваться на них вот это эти мочалочки дело в том что нечего у них кого брать и у этих тоже некого 220 85 можно было попробовать разгромить но шут ферцвейнских этих див меча набрать ну кого можно набрать так куда ты кавера хорошо давай вали нах твою мать с этой кавера лучше пев того сигизмунда не брал бы лоха этого ну сейчас я гляну что с этим сигизмуном нах твою мать нафига он не нужен был сигизмунд лох так что заинтересовать сингалистский всадник сингалистский копейчик воин кобры потихоньку набирать на другую площадь сука расстроился с этой каверой нах кобыла отличный длинный композильный скеметар военный молот молот не молот назад назад уйти отряд так стражница вековийская охотница рейнджеры пендерский пендерский новобранец легкий тяжелый отлично готово ну не знаю осталось подождать пока кончится этот договор и надо брать себе замок бета бесполезная все это фигня короче бесполезно поедем все таки заглянем этот удар может быть соблазнительность да не буду я с ним связываться сейчас хобби некуда брать людей с каком-нибудь ярла раздолбаются да поеду сингалистских этих ловить вековийский рыцарь у меня есть миньон поклонник выше пендерский бронированный рейнджер все как положено отлично мне слушниками меня сейчас хорошо как раз самое время бы мне бы и приступать ну касается замка 150 человек нормально полно лучников в этом значить в этой версии мода лучники конечно не понятно что не тут лучники тащат второй караван из ламбрея денег сейчас получим все уже разгромили что они там заходят я не буду помогать им караваны хевен смелый с войском 620 копеек на плюсе русый смелый мореход разбегаются как мыши да понятно что их подолбали конечно серьезно этих русых смелых это шо у нас ферцвейнские лучники ну и шо я с этими ферцвейнскими лучниками ну а это кто такие стоп экспедиционные силы метенхайма они ко мне плохо относятся почему то непонятно капитаны мечники регулярные обреченные но это лучшие тоже мечники лучше капитанов я насколько я знаю да ну ферцвейнский лучник патруль ополчения бьет мешается под ногами кого то надо побить потому что войско заскучает не ну дух еще высокий конечно но все равно все равно хоть дезертируя хоть кто без разницы да когда я разберусь с вами вы пожалеете шоу так ну все что у нас там есть пехота один человек кто то один у нас с пехоты так будем всех наверно пошлю мы всех будет и все кого успеем того успеем и не и и и и и и и я не устал меня ничего, потому что хайка убит, убит убит, убит это разве есть для того, чтобы их убивать, а чем не убивать убивают мы крепили все, двоих оглушили ну иди, что еще, еще кого-то не оглушили в землю закопался, что ну ранен один вообще один ранен это надо же из 54 армия конечно направление инвентарю ну и зачем меня вот это вот это их не мусор конечно его возьму потому что хоть что-то на хлеб там туда сюда надо уже ехать за продовольствием те мы же мореходы этого лепнуть если удара не юлия поговорить с тобой юля о твоих навыках ну шо тебе юля какие те навыки нужны тебе нужна атлетика что-то в этой июле давай вот это вот мы тебе интеллект значит мы тебе дадим первую помощь атлетику стрельба из лука и древко вы готова вот юля что еще доктор юля будешь у нас доктор юля диригун повышению что-то у нас повышение тяжелый бронированный смотритель рейнджер тяжелые диригун убегает скорость у нас одинаковая может быть мы догоним почему-то скорость одинаковая но я его догонял но не догнал штука дан шо там какие слухи история давать дошли слухи что кадан бахадур хан из княжества дышанность нанял фри бру е д рогу на посмотри надо посмотреть что это за фри бру е дыры ну-ка поение очень смелый этот хейвен да говорят и вы будете побеждены атаковать всеми силами еще товар мертвый вступил в битву ученики ну шо они там бегут и конница все сверху сейчас еще расслабьтесь лучники стрелять и я спешусь где-то моя кочерга таланно давайте уже конница атаковать пехота атаковать лучники а таково ему мне тоже нужна сила мне тоже нужна эта самая как ее называют атлетика ну если бы знал бы что таковой конечно не побежал бы но я думал что они будут наступать они не стали бронированный сибирь серкер убит бронированный секильщик убит убит кавалерист убит у меня благородный убит 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 все убиты только этот хейвен смелая оглушен он так убит и убит и ну шоу это такое хорошая армия но немного убивают очень мягкая такое армию склонует убийство ага он убил я еще убит что называется А вот я ударил, кого-нибудь. Все убиты, все убиты. Трое раненых. Это кто у нас? Берсеркер. Где сюда Берсеркер? Сальонских сквайр у меня поглушали. Куда-то они там попали, что их там убивают, как я не знаю. Пехота, наверное. Что снопу? Где сюда? А, чудично. Я же говорю. Ух ты! Вот это она мне дала. Зараза, со спины налетела. Я не успел даже повернуться. Вот скотина такая. Ну ничего. Потеряем, конечно, льдишек. Ну, те валькирии хорошо ворудуют. У них я в Висхольме, наверное, этот. Как его? Дерезно. А, наемного сержанта ляпнул. Тут такая шваль этот наемный сержант. А, наемного рейнджера этого улучшил. А, наемного рейнджера. Тут надо брать в плен, а не убивать Дим Бодденсен. Ну, он стрелял его своем. Убит от Донжера. Донжер выстрелил и убил. Да. Ну, шо. Мертвые. Смелые, отныне ты у меня в плену. Мертвые, отныне ты у меня в плену. Ммм, валькирия есть, ледя. Хорошо. Бронированный секирщик, идеевый меч, а не одного берсеркера. Готово. Управление инвентарем. Луковица четверка у меня там у кого-то был. О, золоченый металлический круглый щит. Тоже неплохо. Ржавый топор, хребет дракона. Одноручная. Скорость 101, длина 68. Наверное, стоит хорошо. Фельдсвейнский и этот. Все это такое. Стоит, может тут у них рыба есть? Не, рыбы нет. Рыбу они съели перед боем. Назад. Уйти. Некоторые бойцы готовы к повышению. Рыцарь-отступник из Равенстерна. Пендерский. Фрейлина и Светсвейна. У кого-то у меня там были плохие рукавицы. Донован, Див Воденсен, по-моему, говорит с Дивом. На ваше снаряжение. Не, четверка. А у кого же были плохие рукавицы? Касим. Поговорите. На ваше снаряжение. Не, тройка. Ага. Кто там у нас? Идис. Касим Диво. Донован. Донован. Поговорите. На ваше снаряжение. Ну, двойка. Диво. Двойка Диво. Ну, все. Остальное. Щит я ставлю. Ну, щит я ставлю. Щит я ставлю. Потому что надо... Я не знаю, еще не уверен. Наверное, надо этой пехоте давать щиты. Они, наверное, когда продвигаются вперед, то могут прикрываться щитами. Потом доставать оружие. Но я, насколько за ними следил, они щитами вообще никак не пользовались. Никак вообще. Ну, вот. А теперь можно уже к сингалистским сингалийцам приставать. Где они там есть. Набивать войска себе. Все. Сотряд трохи оклемается. Да и мы, короче, этих сингалистских сингалийцев сейчас выберем кого там. И отберем у них пленных. Которые пополнят наш отряд. Ну, все. Ну, это так я же говорю. Перекладывание из кармана в карман получается. Ерунда какая-то. На торговую площадь. А для того, чтобы Ебеновый дворянский меч. Скорость 114. Длина 102. 22 тысячи. Просто не в Ебеновый Ебеновый. Этот топор дракона стоит столько, сколько. Я не знаю. Фигня из фигни этот топор дракона. Ну, не знаю я. Так вот, у него длина 102. Скорость 114. Удар 43. Укол 41. Ну, с коня можно было бы им воевать. Вместо молотка. Молотка тоже скорость 108. Не маленькая. 28 оглушающий. Ну, купить себе за 22 тысячи его. Так, зачем мне этот город? Я уже тут был в этом сингале. Ничего тут нет. Обыкновенная хиридская помойка. Вас заинтересовать, Рамун. Фельсвейнскими лучниками. Оголеди Валькириями. Фельсвейскими воинами. Ополченцами. Секирщиками. И девами меча. Ну, я могу купить себе такой меч. Только нахрен у меня. Не, ну попробовать надо. Все-таки же мне надо как-то развиваться. Или что? Ну, 114 скорость. Длина 102. Удар 43. Укол. Рубящий. 41. 31 колледж. Я куплю его. Черт с ним. Вот те так. Значит, мы едем искать. А, не, ну сейчас мы поговорим с Ярлом этим. Ну-ка, Ярл. Угу. 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 Шесть пятьсот. Гуляй. Поговорить. Поговорить. Пять девятьсот. Гуляй. Это у меня опять сто тридцать семь тысяч. Но я купил себе меч. Голедчики племени фатониды шарфов. Рыцарь невебеновой перчатки. Охотник зналобранец ополчения. Не, нахрен нужно. Рыцарь и перчатки не присоединятся. А эти самые клиенты. Ну, сейчас попробуем на сингалистских сингалицах. Новый меч. Голова с плеч. Некоторые бойцы готовы к повышению. А где же они делятся? Они тут были. Угу. Равинстенский рейнджер. Отлично. Угу. Все. Кое-как отряд приходит в себя. Поедем в сторону турбы. Будет две отряда сингалийцев. Больших. Многопленных. Куда делись? Уже разгромили их шо ли? Ну, я насколько знаю. Не все лорды дешар нападают на сингалийцев. Не все. Далеко не все. Сингалитики не на всех нападают. Непонятно куда делись. Где-то они должны быть. Рыцарь Льва созвали войска. О, вот они. Обе банды сингалийцев. И сейчас. Ага. 28. А здесь 175. У них 157 пленных. Да. Сначала я разгромлю эту банду. Потом эту. Хорошо. Было бы, чтобы не так, как в прошлый раз. Когда игра кончилась с крашем. Значит, да. Я их разгромлю. Но это будет уже. Все. Наверное, в следующем видео. Да. А пока что. Все. В следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.